Наталья Чудина 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 под балет, неувидающее «Лебединое озеро», которое мы привозим каждый год в Абакан, и каждый год практически собирается аншлаг. «Лебединое озеро» с участием солистов Мариинского театра из Санкт-Петербурга. В ноябре нас ждут концерты, тоже достаточно интересные, и встретимся мы с коллективами, которые уже были в Абакане, и, как показала обратная связь, которые достаточно интересны оказались нашей публике, и 19 ноября у нас будет концерт Светланы Сургановой, Сурганова и оркестр группа, электрический будет у нее концерт. В прошлом году она привозила программу, которая называлась «Игра в классики», где она выступала с симфоническим оркестром, с небольшой группой симфонического оркестра. Совершенно потрясающе выступила люди, которые были на концерте, но не совру, если минут 10, наверное, не отпускали свету ее музыкантов со сцены. Просто-напросто. Повторюсь, 19 ноября Сурганова и оркестр, а 21 ноября мы встречаем симфонический оркестр «Резонанс». Оркестр «Резонанс» совершенно уникален в том, что он играет при помощи струнных инструментов классических, то есть там скрипки, альты, контрабасы. Ребята играют хиты, известные хиты рок-коллективов, то есть Queen, Rolling Stones, Led Zeppelin, Beatles, Deep Purple, Black Sabbath, Metallica, Rammstein. Это совершенно звучит потрясающе, когда 25 человек играют известные рок-хиты, и мы привыкли к тому, что это тяжелое звучание какое-то, они это воспроизводят на виолончелях и скрипках очень здорово, очень красиво. Ну и далее в декабре, опять же впервые, то есть видите, у нас сезон получается такой очень много премьер, опять же впервые в Хакасию приедет Константин Аркадьевич Райкин. Знаменитый Райкин, знаменитого Райкина сын, как шутят мои друзья. Он покажет моноспектакль, концерт «Самая любимая». Это будет к юбилею, к 65-летию маэстро. Вот такой у него тур по Сибири. А уже спустя два дня к нам приедут чета Макарских. Антон и Виктория Макарские. Единственная, наверное, пара нашего шоу-бизнеса, которая в желтой прессе ничем не измазана. Потому что мазать, собственно, их нечего. Они такие все благообразные, благопристойные, и набожные, и влюбленные, и прочее, прочее, прочее. Вот тем более недавно они народили второго ребенка. И я знаю, что очень многие женщины хотят прийти на концерт и посмотреть, в какой же форме Вика. Она в хорошей форме, и она готова приехать в БК. Киркоров, поп-король наш знаменитый. Вот насколько трудно было его заманить к нам в провинцию? Вы знаете, есть такой стереотип, что звезды высшего эшелона никогда не приедут там в Абакан. И многие жители города говорят, как в нашей деревне? Да, ребята, у нас потрясающий развивающийся современный город. И у нас здесь живут люди, я вам скажу по секрету. И если люди здесь живут, то звезды к ним обязательно приедут. И я опять же по секрету скажу, Наташа, что звезды, они работают. И вот их концерты, это их работа. Поэтому, в принципе, что они приедут в Красноярск, в Омск, в Томск или в Абакан, они получат все свои деньги, и им по большому счету все равно выступать где-то, перед белыми медведями на Северном полюсе или пингвинами на Южном. Поэтому там, где есть люди, туда и едут звезды. Они получают свои гонорары, они живут в гостиницах, они кушают вкусную еду, ездят на хороших машинах. Все это в Абакане присутствует. Почему бы им не приехать? Но это не будет в ущерб самому шоу. Вы знаете, мы уже получили так называемый рум-лист. Это расписание номеров, в которых будут жить артисты. Но я не к этому сейчас говорю. Я говорю к тому, что там 45 человек в этом рум-листе. Вот и подумайте. То есть человек едет, Филипп Бедросович в данном случае, едет с живыми музыкантами, с живыми танцорами, со своими костюмерами, гримерами. То есть шоу должно быть потрясающе. Будет задействовано очень много неместной аппаратуры. Будут задействованы видеоэкраны. Будут там поставлены специальные декорации, которые едут точно так же в отдельной форе. Поэтому нужно просто прийти 16 октября и посмотреть. Я просто знаю, много людей, которые ездили в Красноярск специально на концерты Киркорова. И они уже купили билеты, и они уже ждут, и хотят посмотреть это шоу. Еще раз. Но вы вот слегка коснулись аппаратуры. Вообще вот насколько сложно у нас организовать концерт в плане техническом? Ведь у людей, которые работают на больших мировых площадках, у них достаточно серьезные требования к тому, какой будет звук, свет и прочее. Вот как это у нас организовывается? Ну, есть, не буду лукавить, если я скажу, что прямо всем довольны у нас артисты. Бывают такие моменты, что по технике мы немножечко уступаем, конечно же, тому же Красноярску или Новосибирску, или тем более Москве столице. Но наша техническая группа всегда старается договориться со звукорежиссерами и светохудожниками артистов и объяснить, что, допустим, согласно вашему райдеру у нас закрываются такие, такие, такие позиции, но, к сожалению, мы не можем закрыть вот такие позиции. Но, опять же, мы объясняем это. Вы, ребята, выставляете максимальный световой и звуковой райдер, ну, которым можно озвучить и осветить площадку, скажем, в Олимпийском или в Лужниках, да? У нас небольшой театр, у нас там 650 мест и так же, как во Дворце молодежи, поэтому нам из ваших хотелок, ну, достаточно будет буквально там треть. И чаще всего светохудожники и звукорежиссеры соглашаются, доводят это до своих артистов и приезжают, и, в принципе, концерты проходят достаточно успешно. И иногда нам приходится идти на такие вещи, что берем какую-то аппаратуру, которой не хватает в Абакане, в соседних городах. Из Саиногорска привозим, там есть хорошая аппаратура, из Красноярска привозим, такое тоже бывает. Но выкручиваемся, и, тем не менее, скажем так, на моем веку, а я уже занимаюсь восьмой год, наверное, из-за техники отмены не было ни разу. Ну, коснемся еще цен. Вот какой у нас диапазон цены, насколько приемлемы эти цены для наших людей, на ваш взгляд? Знаете, за последнее время цены на билеты, ну, я не скажу, что сильно выросли. Допустим, если те же самые Би-2 приезжали там в 2008 году, у них был ценник на билеты от тысячи до двух, то сейчас от полутора там до трех. Ну, это семь лет прошло, да? Ну, про Киркорова я уже говорил, что это самый дорогой артист, но он реально самый дорогой на сегодняшний день. Там еще несколько можно артистов перечислить, на которых будут примерно такие же цены. Но Митяев, по-моему, едет по тем же самым ценам, к которым приезжал в позапрошлом году. Наша любимая группа Ария, с которой мы работаем четыре года уже, они опять по тем же самым ценам приедут. Поэтому говорить о том, что какой-то кризис, и из-за кризиса артисты повышают цену, наверное, не стоит. Можно попросить себе за свой концерт гонорар вот такой, и ты просидишь дома, и у тебя деточки будут голодать. А можно просто сделать гонорар вот такой, и отработать вместо одного, там, два или три концерта. Как некоторые артисты, кстати, делают вполне, и у них это получается. Вопрос такой, для детей у нас что-то будет интересное? Для детей в этом сезоне мы планируем в новогодние каникулы провести шоу «Мыльных пузырей» «Испанское». Это испанская программа, сделанная испанскими мастерами. Работают в ней российские артисты, но сама программа испанская, и она откатана в Порт-Авентуре. То есть, вы знаете, да, это парк развлечений, один из самых крупных в Европе. Она много лет идет вот и в Порт-Авентуре. И планируем привезти так полюбившиеся фиксики. Было одно, к сожалению, всего представление, но на него, наверное, собрался весь город детей, и очень много еще не попало. И пишут, пишут, звонят при встрече, говорят, «Мы были на фиксиках, хотим еще». Или «Мы не попали на фиксиков, но мы хотим, потому что все наши друзья сходили, и они в восторге. Поэтому фиксики будут обязательно». Ну и сложно загадывать, сейчас еще только начало сентября, сложно загадывать. Я думаю, что, может быть, и к осенним каникулам мы что-нибудь еще поставим. И к весенним тоже. Ну, многие артисты к нам постоянно ездят. Вообще, с каким настроением? Как им наш город? Как наши зрители? Они крайне мало видят, к сожалению, наш город, нашу республику. Но если есть у них запас несколько часов, хотя бы на следующий день перед отъездом, или в день приезда, и они бодры и веселы, допустим, у них только тур начинается, я стараюсь их вывезти куда-нибудь, показать наши красоты. То есть Салбыкский курган здесь недалеко, Саяна-Шушинская, ГЭС, Шушинское поселок. Рассказать, провести по городу, показать наши местные достопримечательности. Вы вот знаете, что, допустим, Ленин, который у нас сидит на Первомайской площади, он один из немногих сидящих, сидячих, или сидящих, как правильно сказать, памятников Ленину. Мы приезжаем на площадь, картина каждый раз одинаковая. Мы приезжаем на площадь, я говорю, «Ребята, это памятник Ленину». Они говорят, «И что? Мы видели памятник Ленину». Ребята, их там пять или шесть штук в стране, где он сидит. Правда? Они все выходят из машины и начинают с ним фотографироваться. Садиться на ногу. Да, и садиться на ногу в том числе, да. И есть очень любознательные артисты. Вот они пристают к экскурсоводам, они пристают, тут же залазят в какие-то свои телефоны, тут же начинают эту информацию проверять, перепроверять. И они уезжают и говорят, «У вас потрясающая республика, потрясающий город». И очень радостно, допустим, мне, как человеку, рожденному в Абакане, когда в социальных сетях выскакивает, что мы были в Абакане, красивый город, хорошие люди, добрые зрители, там прекрасная республика, удачи, любви, процветания, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, прям очень здорово. Все, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Отлично. Спасибо.